Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как я готовлю голландский соус. На моем канале в плейлистах есть специальный раздел, который так и называется соус. Я в основном приготовил все основные соусы, которые нам нужно с вами знать. Там остается только делать небольшие ответвления и все. Но голландский соус я еще не делал. Сейчас то самое время, чтобы его приготовить. Также я оставлю под видео в описании, какие соусы еще можно, то есть какие ответвления голландского соуса можно приготовить. Но не будем томить. Поехали! Так, ну как всегда, количество всех ингредиентов под видео. Для начала нужно приготовить редукцию. Она готовится очень просто. Два душистых перца, три перца горошка. Какого вы возьмете, белого, черного, ваше дело. Я их просто раздавлю. Если у вас нет ни того, ни другого, вы в конце можете добавить каенский перец. Если он у вас, конечно, есть. Если нету, работайте с тем, что у вас есть. Добавляю лавровый лист, добавляю немного воды, добавляю белого вина. Если у вас нет белого вина или вы не любите белое вино, или вообще вино не любите, то замените это количество просто водой. И добавляю винного уксуса, 5-процентного. Если у вас 9-процентный, ну убавьте наполовину его и добавьте буквально 10 миллилитров. Все, больше не нужно. И отправляю сюда лук-шалот. Если у вас нет, добавьте обыкновенный лук. Если у вас нет ни того, ни другого, то не добавляйте. И отправляем на плиту, и будем это все дело уваривать. Если вы, допустим, голландский соус делаете для рыбы, то маленький такой лайфхак от меня, вместо воды, можно добавить рыбного бульона. Также для мясных блюд, вместо воды, добавить мясного бульона. Так просто будет вкуснее. Так, ну и отправляю на плиту увариваться. Уварю до 1-3. Редукция у меня уже будет скоро готова. Помимо этого, я сделал уже домашнюю работу, но я сделал ее вчера. В каком плане? Для голландского соуса нам понадобится масло. Масло я сделал топленое. То есть я забросил 250 грамм сливочного масла и выпарил всю жидкость. Как готовится такое масло, ссылку я оставлю. Но это не обязательно. Вы можете с таким же успехом взять 200 грамм нормального сливочного масла и растопить его на плите. Теперь количество. Я возьму на это количество масла. А здесь у меня то масло, которое вытопилось с 250 грамм, осталось 180. На 1 желток я рассчитываю 100 грамм масла. Она может потянуть еще немножко больше, но я не буду поднимать эту планку, потому что в противном случае соус может просто у вас расслоиться. Просто жидкость отделится от масла. Поэтому не ищите себе приключения на вашу филейную часть. Возьмите на 1 желток 100 грамм масла. Все. Соус я буду взбивать на водяной бане. Я сразу добавляю в кастрюлю кипятка и отправляю ее на плиту. 2 куриных желтка я отправляю в чашку. Эта чашка должна у меня плотно подойти к той кастрюле, в которой я буду взбивать сам соус. Отправляю все желтки. Белки я убрал в холодильник. Я использую их для чего-нибудь другого. И вот то, что я говорил насчет редукции. Все. Этого будет достаточно. И отправляемся на плиту взбивать. Для удобства я топленое масло перелью в мерный стакан. Оно у меня горячее. Но такой мерный стакан спокойно держит 100 градусов и даже больше. Так что ничего страшного. Просто мне так будет удобнее работать. Так, ну и помещаем желтки с редукцией в кастрюлю и начинаем взбивать. Вот сейчас именно тот момент, когда нужно соус посолить. Потому что потом вы попробуете соус, он вам покажется не соленым. А в дальнейшем соль разойдется и он будет пересоленым. Я хотел сказать, что соль в масле растворяется очень медленно. Время от времени чашку можете поднимать. Может получиться так, во время добавления масла, что вы добавите его очень быстро. И у вас соус пойдет хлопьями. В этом случае соус можно еще спасти. Добавив при этом в него немного теплой воды и пробить его погружным блендером. Тогда опять создастся эмульсия. На соус, то есть желтки, они не должны приводиться в болтанку. Имейте это в виду. Пока у меня еще он просвечивается темно-желтая поверхность. Это значит, говорит о том, что еще можно немножко взбить. Так, ну вот и все. Осталась, как видите, только одна фена. И вот теперь я буду вводить масло. Кастрюлю я эту убираю с водой. Отключаю. Поставлю другую кастрюлю просто, чтобы у меня дно не соприкасалось с плитой. И буду добавлять масло. Тоненькой струечкой. Нам нужно создать только эмульсию. Опять поставлю на водяную баню. Мне нужна еще немножко температуры. Убираю с плиты. Потому что я уже вижу, консистенция хорошая. И мне не нужно, чтобы соус мой варился. Плиту выключаю. Чашку уберу с кастрюли. Потому что там еще немного горячевато. Ну и теперь перейду там, где холодно. И добавлю все, что не достает для соуса. Вне моем соуса не хватает немного кислоты. Добавлю чуть-чуть сока лимона. Буквально щепоточку сахара. Каенского перца. И еще немного соли. И все это перемешаю. Пробуем на вкус. Меня все устраивает. Мой соус готов. Хоронить такой соус можно, знаете так, первые минут 30-40. И все. Поэтому заранее его делать не нужно. Нужно его делать непосредственно перед подачей. Так, ну давайте я вам покажу по поводу хранения голландского соуса. Русский человек, он же все равно не уймется, пока ему не показать. Так что смотрите. Значит у меня остался от последнего раза немножко голландского соуса. Я его попытаюсь реанимировать на водяной бане. Вы помните, что там желток. И что желток имеет свойство сворачиваться. Поэтому я это постараюсь сделать максимально аккуратненько. И посмотрим, что из этого получится. Ну что я вам скажу, друзья. У меня получается его реанимировать. Но это все равно не то, что должно быть. То есть все-таки хранению такой соус не подлежит. Его действительно нужно готовить перед подачей. Сделал, съел и забыл. А так, ну в принципе консистенция хорошая. Если у вас действительно осталось много соуса, то да, вот эти пропорции, которые я вам показал, то этого соуса хватит на 3 хорошие порции. Или на 4 небольшие. Но соус стал просто жидким. Он стекает. То есть все равно эмульсия уже нарушена. Но я не скажу, что это несъедобно. Это вполне съедобно. Ну вот, как-то так. Что можно еще, какой трюк применить. Готовый взбитый соус. Поместить в сифон изи. Естественно с газовым патроном. И поставить в теплую воду, которая будет градусов 50. И тогда он будет более длительное время храниться. Но у меня такого нету. Поэтому я делаю проще. Тут у меня еще довольно жарко. Накрываю чашку пищевой пленкой. И даю ему так постоять. А так, по большому счету, соус у меня готов. То, что вы должны были знать, вы узнали. Этот соус очень хорош к отварной рыбе. Он хорош к мясу отварному. И к овощам. Если видео зашло, жду комментариев. Если видео не зашло, не жду комментариев. А я с вами прощаюсь. И до новых видео. Пока.